В эфире Вести Приволжского федерального округа. Сегодня в программе Дистанционное обучение строительства образовательных учреждений в Кирове Профилактика травматизма. Алкотестеры на заводской проходной в Нижегородской области Народное творчество мастер деревянной скульптуры из Чувашской республики Об этих и других темах в программе Вести Приволжского федерального округа Двум подросткам, которые устроили поножовщину в Пермской школе номер 127 Суд Мотовилихинского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца Заседание прошло прямо в больнице, где пока под конвоем находятся предполагаемые преступники Здесь же им предъявили официальное обвинение Выездное заседание Мотовилихинского районного суда прошло в городской клинической больнице Номер 4, где сейчас лечат подростков, напавших на учеников 127-й Пермской школы Процесс прошел в закрытом режиме из-за возраста потерпевших и подозреваемых Зачинщики поножовщины были помещены в разные палаты отделения сердечно-сосудистой хирургии Поэтому для вынесения меры пресечения были приглашены два судьи Пока оглашали, за порядком в больничных коридорах следили сотрудники конвойной службы За час с небольшим судьи несколько раз удалялись в совещательную комнату Помещение для отдыха медицинского персонала Итогом для задержанных стало заключение под стражу на два месяца Это произойдет сразу после их выписки Когда все закончилось, большинство участников процесса от комментариев отказались Официальная информация об аресте появилась почти сразу же на сайте следственного комитета Там же уточнение произошедшее спланированное покушение на убийство А не драка, как сообщалось ранее Подросткам может грозить до 10 лет лишения свободы 15 января 2018 года учащиеся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый Бывший ученик этого учебного заведения пришли в школу, вооружившись ножами Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов Обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения Учительница Наталья Шагулин, защищавшая детей, получила 17 ножевых ранений Она находится в той же больнице, что и подозреваемые По словам медиков, ее состояние улучшилось Сейчас оно стабильное средней тяжести В правоохранительных органах считают, что этой трагедии могло не случиться Если бы вовремя поступил сигнал и отреагировали специалисты Также есть вопросы и к родителям подростков Следователями возбуждено еще одно уголовное дело Оно ведется в отношении неустановленных должностных лиц Сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних Напомню, что один из нападавших имеет психологические проблемы и состоит на учете В Оренбургской области школьница угодила в ледяной Урал Пытаясь сделать селфи на фоне реки От верной гибели девочку спас местный житель Который по счастливой случайности проходил рядом Около 200 метров девочку несло течением по реке Вот до этой самой полыньи Здесь до сих пор остались следы вчерашнего происшествия А вот та самая спасительная палка Которая вовремя подвернулась под руку местному жителю И помогла вытащить школьницу из воды Сейчас он осторожничает и выверяет каждый шаг Но накануне около 9 часов вечера Сергей Латий буквально слетел с этого крутого склона Когда услышал крики По пути подобрал корягу И максимально осторожно, чтобы самому не оказаться в ледяной воде Поспешил к тонущему ребенку Попробовал ее одной рукой тащить Никак не получается Я говорю, давай другую, вторую руку Двумя руками по этой начал ее подтаскивать Тут раз кромка обломилась льда под ней Я ей говорю, так, давай, значит, что сделаем Попробуй закинуть ногу вот так вот на лед На лед закинуть, мне может, так будет полегче Она ногу закидывает И я в это время ее тащу, тащу И она, смотрю, ползла, на лед залезла Как позже выяснилось, 14-летняя школьница вышла на лед, чтобы сделать селфи В воде она провела достаточно долго Руки под конец уже не слушались Так что у ее спасителя были лишь считанные секунды Еще немного и ребенка затянуло бы под лед Течение в этом месте сильное Отогревали спасенную уже в ближайшем доме Куда подоспела скорая и сотрудники МЧС Первое состояние было ее шок Она даже потеряла сознание Потому что пока она находилась, можно сказать, в проруби Она держалась, молодец, умничка, сильная девочка А потом, когда ее подняли наверх, она переохлаждение Потеряла сознание, потом, когда уже приехали медики То есть оказали помощь и все После осмотра врачи отправили девочку домой Сейчас ее здоровье вне опасности Однако школьница пережила сильнейший шок Пожалуй, не меньший стресс перенесла и ее мама Когда узнала о случившемся В администрации поселка сообщили, что это единственный в зимнее время Случай, когда в этом месте человек провалился под лед И очень надеются, что он будет последним Чрезвычайное происшествие должно стать уроком для желающих гулять по льду Во время рабочей поездки в Киров Полпредпрезидент России в Приволжском округе Михаил Бабич осмотрел новую школу в микрорайоне Урванцево И познакомился с работой дистанционного центра образования Новый корпус центра дистанционного обучения Один из объектов, который сегодня ремонтируется на деньги из президентского фонда Михаилу Бабичу показали, на каком этапе идут работы Кроме того, полпредпрезидента пообщался с одним из учеников Для Евгения Кинчина это обычный учебный день Разве что учитель здесь, в центре дистанционного обучения А он сам находится на расстоянии 80 километров, в Белой Холунице Это тот случай, когда дистанция совсем не мешает получению школьных знаний О новых площадях здесь мечтали давно Спрос на дистанционное обучение для детей и инвалидов растет с каждым годом В старом здании в какой-то момент работа по увеличению численности обучающихся Буквально уперлась в бетонную стену Новая площадь позволит значительно расширить функционал центра В частности, привлечь больше педагогов А значит, охватить еще больше детей, для которых образование на расстоянии Единственный возможный вариант Нам выделено вот это вот объемное, хорошее здание Площадью более 2100 квадратных метров В котором, мы собственно и считаем, будет развернуто дистанционное образование В его полной красоте, в его полной функциональной возможности Помимо детей с особенностями по здоровью Центр сегодня обучает школьников из глубинки С января этого года по дистанционной системе учатся 622 человек из сельских школ Это на 50% больше, чем год назад Вот здесь, например, идет урок по химии с учениками Малмурского района Местная школа пока испытывает проблемы с кадрами Но это не сказывается на образовательном процессе В этом году на деньги из президентского фонда В области планируют отремонтировать 5 объектов социальной и культурной сферы Михаил Бабич в ходе осмотра поинтересовался, когда планируется завершить работы У нас все объекты, 8, по крайней мере, на которые деньги выделены Все завершаются в 18-м году Все в первом полугодии? Да, в первом портале Остальные до июля Как отметил полномочный представитель президента в ПФО Регион сегодня показывает грамотную и эффективную работу в социальной сфере Как результат, помимо уже привлеченных 60 миллионов рублей Кировская область получила одобрение еще по трем заявкам А это дополнительные 100 миллионов рублей на восстановительные работы объектов культуры и образования Только за год регион из президентского фонда получил сумму почти в три раза больше, чем за предыдущие пять лет Уже известно, что на дополнительные 100 миллионов будут отремонтированы дом культуры в Котельническом районе Детский садик в Сидоровке и авиационный техникум в Кирове Действенный способ борьбы с пьянством на рабочем месте придумали в Иксе Нижегородской области На металлургическом заводе большинство проходных оборудовали алкотестерами Первые алкорамки в 2017 году поставили на центральный проходной завода управления Руководство решило справедливо начать контроль с себя Теперь только трезвые сотрудники допускаются в здании Сейчас эксперимент проведем Смирстосодержащая жидкость для технического обслуживания Алкорамка обнаружила алкоголь Рамка у нас является одним из рубежей управления доступом Без нее невозможно пройти через рубинкет Пожалуйста, я прикладываю карту, не пускаю Прежде чем дышать в алкотестер, сотрудник прикладывает пропуск Если рамка загорится красным, убегать будет бесполезно Личные данные о состоянии работника заносятся в базу автоматически Отговорки о воздействии освежителей полустиртали лекарственных препаратов не пройдут Да, рамка сработает, если воспользоваться препаратом непосредственно перед прохождением Но для чистоты эксперимента сотруднику предлагают пройти через другую рамку Спиртовой лекарственный раствор выветривается из полустирта буквально за считанные секунды За ходом анализа следят охранники Раньше им приходилось визуально определять состояние работников Вызывается группа, быстрое реагирование, человеку предлагается пройти свидетельствование наркологическое отделение Сегодня алкотестерами оборудовали основные корпуса завода Специально закупили разные виды приборов, чтобы изучить эффективность Сотрудники проходят экспресс-анализ два раза в день Перед началом смены и по окончанию, чтобы исключить риски употребления спиртного на опасном производстве Безопасность прежде всего Народ появляется в пьяном виде, соответственно травмы На заводе уверены, прежде всего эти аппараты оказывают профилактическое, психологическое воздействие на коллектив В административном здании не было ни одного нарушения К сожалению, на КПП, где проходят рабочие, были зафиксированы нетрезвые работники Все они были отстранены от работы, вплоть до увольнения В ближайшее время планируют оборудовать алкорамками все проходные Чтобы напомнить о трудовой дисциплине всем 13,5 тысячам сотрудников Мастер из села Сугуты Батревского района Федор Артамонов известен своими необычными поделками Он создает деревянные композиции, в которых отражает традиции и быт чувашского народа Федор Артамонов вырезает деревянные фигуры уже 5 лет Воссоздает историческую эпоху чувашского народа Рассказывает о традициях, быте и обрядах Главные герои обычные крестьяне Они целый день заняты в поле Специальной техники не было, всю работу приходилось выполнять вручную Федор Артамонов сам много лет проработал в колхозе И хорошо помнит, как запрягали быков и обрабатывали землю Серпом убирали пшеницу Идеей воспроизвести старинный быт мастер загорелся неожиданно На щене у меня такая, это, это картина, не картина Из провока сделанной на спине Светнер Из поема Константина Иванова вещит Светнер в лапчах стоит И вот я думаю, встал и думаю Вот я говорю, лапчи сейчас нету, сваха нету Все старинные вещи пропадают Так Федор Артамонов приступил к созданию деревянных композиций После тяжелого трудового дня крестьяне встречаются на посиделках, улах Женщины рукодельничают, а мужчины играют на музыкальных инструментах Мастер обращается к литературным и народным произведениям Так история Нарспи и Светнера тоже ожила в дереве Кроме древесины, авторы используют и другие подручные средства В ход идут ненужные пластмассовые бутылки, ткани, бисер Нередко идеи предлагают и односельчане В его руках оживает и история родного села На изготовление крестьянской усадьбы Федор Артамонов затратил почти две недели Важна была каждая деталь Когда-то он сам жил в такой избе А эта ветряная мельница раньше возвышалась на краю деревни Ее мастер воспризвел по памяти Подделки Федора Александровича пользуются популярностью не только у старшего поколения Ими активно интересуются и школьники Дали заказ, чтобы он для школы изготовил избу Где можно было ребятам посмотреть житьё-бытьё 20-30-х годов Что представляет тогдашний дом Что оно покрыто соломой И внутри печь, колыбельные, стулья, скамейки Всё из дерева Мастер уверен, что знать традиции и обычаи своего народа необходимо И очень надеется, что его работы будут полезны подрастающему поколению Вы смотрели программу Вести Приволжского федерального округа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова